Привет, это проект FL Studio Pro и я Павел Волан. Сегодня мы проведем новый урок по синтезу звуков в Хармор и сегодня, я думаю, это будет самый ценный и насыщенный урок для вас по синтезу в Хармор, так как сегодня мы будем в нем синтезировать сложные прогрессив бас-линии для стилей EDM. И со стороны Хармор мы посмотрим даже на самые сложные и самые длинные прогрессивные басовые линии гораздо проще, чтобы вам было проще применить уже готовые ваши авторские басовые линии в вашей музыке, чтобы поднять ее на уровень выше. И давайте, пока мы не начали этот урок, наверное, самое важное. Я приглашаю вас стать участником нашего бесплатного онлайн-видео-вебинара на тему профессиональной реализации и синтез звуков Хармор, в которой, в принципе, я расскажу вам все фишки и хитрости этого синтезатора. Во-первых, я расскажу вам о том, как наконец-то осознавать то, что мы делаем, какие ручки и на что влияют и в какой степени. И как может быть интересным образом скомбинировать их, чтобы получить желанный звук, то, что вы задумали, или какой-то оригинальный тембр. И во-вторых, это синтез, наверное, самых уникальных и оригинальных звуков, на примере воссоздания уже известных вам звуков ваших любимых треков мировых артистов EDM, которые, в принципе, и стали узнаваемыми и популярными за счет своей уникальности и нестандартного подхода автора, чего, в принципе, я и вам советую придерживаться. Также вас там ждут бесплатные бонусы в виде множества пресетов к синтезатору Хармор, оригинальных и качественных пресетов, естественно, в духе самой современной электронной танцевальной музыки. Начало вебинара 26 июня в 19.00. И для того, чтобы принять участие в этом онлайн-вебинаре, вам необходимо перейти по вот этой ссылке ниже и просто зарегистрироваться. Итак, не пропустите этот важный мини-курс по реализации звуков Хармор, чтобы полностью контролировать процесс синтеза звука, процесс формирования звука, чтобы уметь реализовывать свои звуковые идеи в реальный и слышимый звук. Напомню, 26 июня в 19.00. И ссылка для того, чтобы принять участие в этом событии, будет также доступна в описании к этому видео ниже. А теперь уже давайте перейдем к новому уроку по синтезу Progressive Bass в Хармор. Итак, я думаю, все уже на своих местах, поэтому давайте начнем. И, как я уже говорил, сегодня мы будем синтезировать в Хармор прогрессивные бас-линии. Причем достаточно сложного характера, сложного по строению. Это не совсем то, что обычная бас-линия. Ну, примерно такое. Не совсем это. И это гораздо сложнее и интереснее, да и, я думаю, ритмичнее и подвижнее. И я приготовил вам несколько хороших примеров, и давайте послушаем одну из них, и это будет самое первое, которое мы разберем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вторая примерно по строению немного похожа, но отличная от неё. Это бас-моно, то есть в одной ноте. Ну и примерно есть еще такие бас-линии, то есть они могут быть разнообразными, как вы понимаете, совершенно разнообразными. И даже такое. Такое тоже возможно, и это более прогрессивная вещь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, они все с одним киком через один кик, и все это, все эти басы, все эти пресеты стояли на одной дорожке сейчас, и все они обрабатывались одинаково. Поэтому обработка всего лишь минимальная, то есть это сайдчейн компрессия, как, естественно, через кик. Я вам настаивно рекомендую использовать сайдчейн компрессию, естественно, когда вы сводите вместе кик и бас. И также здесь есть мультибенд компрессор, то есть многополосный компрессор для более плотного звука бас-линии. Как вы понимаете, это очень-очень сырой вид продукта, и не совсем с подходящим кик к каждому басу. Так что в ваших композициях, если вы будете делать свои авторские бас-линии, такие же авторские бас-линии, вы можете синтезировать сразу под ваш кик, или же наоборот, как мы привычно делаем, синтезировать или же взять кик под вашу бас-линию подходящую. И теперь уже давайте поближе взглянем на строение каждой бас-линии в отдельности. И для экономии вашего времени я не буду синтезировать все с нуля, все эти бас-линии, потому что их достаточно много, поэтому я детально, как можно детально разберу, возможно, даже модернизирую и редактирую несколько бас-линий здесь. И все, весь момент построения, всю историю построения, конечно же, вы поймете, и вы поймете принцип, главный принцип построения любой бас-линии. И я думаю, в этом уроке мы это детально захватим, и вопросов больше не останется, то есть как строить бас-линии. Остается дело только лишь за финальной обработкой, внешней обработкой, потому что мы даже рассмотрим, как обрабатывается это внутренне, потому что внутренняя обработка здесь очень важна, и особенно в Хармор, потому что в Хармор есть хорошее орудие для внутренней обработки пресетов. Итак, первая наша бас-линия. Помним ее. И, как вы видите, это многослойная басовая линия, пресет Хармор, состоящий из двух частей А и Б. Теперь взглянем, что происходит внутри каждой части отдельно. Например, в части А. Давайте посмотрим. То есть мы сразу видим, что здесь есть модуляция, какая-то модуляция, и это параметр фильтра коров. То есть это частота среза. И теперь давайте оставим только пресет А. Потому что это сам окрас этой бас-линии, и часть Б просто для подыгровки. И она дает много низких гармоник, много низких частот в этот пресет, в этот звук и в эту бас-линию. Начнем мы с того, что мы будем говорить на трех уровнях. И это, первое, это тембр звука, второе, это его форма, и это как раз-таки модуляция или фильтра, или чего-то еще. Это мы поговорим позже. И третье, это звуковая обработка. Вот на трех уровнях, чтобы ни я, ни вы не блуждали где-то и никогда не запутывались, будем говорить на трех уровнях. Хотя бы в пределах этого урока. Потому что я знаю, что тембр это также и фильтрация может быть, но в пределах этого урока поговорим на трех уровнях. Это тембр, как получается характер нашего тембра здесь. Потом формируем его за счет какой-то модуляции, то есть сама ритмика баса будет строиться. В этом случае фильтром мы будем строить форму, не характер, а именно форму, за счет или модуляции волюм, или модуляции фильтра, какого-то параметра фильтра. В этом случае, в частых случаях, это будет частота срезок. Как я уже говорил, давайте сначала поговорим о тембре. И поэтому самое первое, то есть мы отключаем фильтр, то есть всего лишь это. И мы слышим, что работает sidechain, да, есть sidechain, помним об этом. И вот какой здесь всего лишь тембр, то есть здесь всего четыре голоса, как мы видим. Разбег питча, самый что-нибудь средний. И вот в чем еще дело, в том, что вот эта ручка RAND выключена на 100%, плюс фазовая рандомизация в blur, full blur. Это значит, что фазы всех наших голосов будут смешаны, также плюс спектральная рандомизация дает полную... То есть разбег фаз сейчас задействован на 100%, и поэтому получается такой характерный тембр. Следовательно, если мы уберем и это, и это даже вот на этот уровень... Но как мы обычно понимаем, что при формировании пэд работа фазы отличается. То есть вот это даже немножко примесь пэда, то есть это дает такой небольшой noise. За счет вот этой фазовой рандомизации. Вот как строится этот основной тембр. То есть больше, в принципе, ничего здесь и нет. Потому что если вы заглянете, здесь совершенно нет модуляции, кроме как volume, и это только лишь релиз. Это на самом деле просто маркер sustain вот на этой точке. То есть если я уберу, это всего лишь... Но sustain и вот такая атака. Ну атаки нет как таковой. Просто для того, чтобы был небольшой хвост, мы здесь поставили sustain. И теперь самое главное в этих бас-линях, это задание формы. Как раз-таки, опять же, как я говорил, мы сдаем форму или амплитудой, или же вот к параметрам фильтра. И в этом случае у нас car of frequency, то есть частота среза. Также можем скомбинировать эти способы. Но в данном случае, в данном случае, мне нравится и так. И получилась вот такая песня. Отлично. Именно здесь лежит козырь построения бас-линий, и здесь мы творим все, что хочем. И здесь влияет очень многое. Обратите внимание на то, как будет изменяться сейчас ритмика баса, и какие возможности, какие у нас здесь есть варианты. Продолжение следует... То есть здесь влияет то, насколько мы регулируем между собой вот эти пики, например. Насколько мы установим максимум на параметре среза. Обратите внимание, что здесь всего лишь стоит классический low-pass фильтр. Это фильтр среза высокой частоты. И область среза на полную, небольшой резонанс в форме low-pass, как и по стандарту. Его область тоже выключена на полную, на 100%. И небольшой фсет. Но это и не важно, потому что здесь могло бы его и не быть. Дает небольшую слайд. И остроты в этот тембр. Влияет очень многое на ритм. То есть задействованность вот этих пиков, и это будет атака среза как раз-таки. Будет ли она гладкая, будет ли она резкая. Тоже очень влияет. И вот это все мощное орудие в ваших руках. Потому что здесь вы можете делать все, что угодно. И причем в многослойном режиме. Плюс у вас есть все операции с тембром. Вот это очень-очень мощно. То есть заметьте, что у нас здесь два такта. Сейчас поработаем в окне envelope. Здесь у нас сейчас два такта ровно. И давайте небольшие правила. Важный момент. Рисуем мы здесь по сетке. То есть мы обязательно рисуем по сетке в режиме snap или же с нажатой клавишей alt. И это прикрепляет все к сетке, все наши точки. Просто чтобы не сбиться с ритмики, с задачей ритмики. Потому что это очень плохо скажется на ваших композициях. В итоге мы задействовали здесь два такта. Как вы видите, первый оканчивается здесь. То есть мы понимаем, где случаются кики. Понимаем, где строить бас. То есть я обычно не строю в прогрессивных басах слой, может быть, баса на месте, где должен звучать кик. Чтобы не было таких конфликтов. Это можно делать, да. Но я бы не советовал. И я сам так не часто делаю именно в прогрессивных басах. Потому что я хочу, чтобы бас все-таки раскачивал. И не мешал кик басу, и бас не мешал кику. Для чего мы опять же делаем привязку к темпу, чтобы у нас получилась ровная петля. Теперь объясню, что такое петля. Здесь есть такое предназначение make all loop. Опять же в этом меню волшебном. И это супер орудие просто. Нажимаете его и, например, вот как вы построите. То есть с нуля. Если вы построите, то у вас будет вот такая вот envelope. Давайте все выровняем. Например, допустим, мы это построили. Что, в принципе, отняло бы у нас много времени. Итак, и как это сделать, чтобы это повторялось? Просто по умолчанию это... Не мота, так и будет продолжаться. И вот эта клавиша make all loop просто делает все в петлю. Собирает все в петлю. Также у меня начнется все сначала. Да. И это работает отлично. И как видите, у меня бас в мелодике. Вот именно эта линия прогрессив бейса в мелодике. И теперь у меня также есть привязка global. Что, в принципе, дает мне обратить внимание, что я буду переходить на ноту к ноте. И я не буду терять прогресса этой линии при привязке global. Темпы, естественно, обязательно. Для нас нужно построение бас-линии, потому что без этого никак. Вы соблюдаете свой темп и соблюдаете такты. Если хотите, можете сделать один такт, и он будет повторяться. Но я обычно использую два такта, или же четыре вообще. То есть, чтобы более разнообразное было строение. Или, например, это мы повторяем в третьем и четвертом такте. И конец четвертого такта будет немного отличаться от этого, чтобы было разнообразие. Потому что вы видите, что если бы у меня повторялось... Вот только первый такт повторялся. То это было не так здорово, как сейчас есть разнообразие вот здесь. И это отличается от первого такта. Поэтому вот где еще козырь. То есть, делайте ваши бас-линии длинными и разнообразными. И теперь мы перейдем ко второму слою. То есть, мы разобрались с построением и с тембром. Здесь ничего больше такого нет. Только лишь мы опустили еще на октаву ниже за счет деления на два в секте питч. И больше ничего. И потом уже перейдем к обработке внутренними эффектами. Но это не так важно, так как вот как будет звучать без эффектов часть А. То есть, сейчас у нас с эффектами. И без эффектов. Теперь к слою B. Вот что дает нам басовых частот и низких гармоник. И все это тоже модулируемо по фильтру, но уже в режиме crude low-pass. В принципе, это тоже не важно. Можно было взять classic low-pass. Здесь это также не играет роли. И что еще здесь интересно. Здесь практически синусоида. Если говорить о тембре... Давайте сначала говорить о тембре, потом о форме. Как мы договорились на трех уровнях общаться. Теперь про тембр. Тембр здесь выбран именно в окне тембр 1. По умолчанию у нас было бы вот так. Такая картина. Это все 516 гармоник. Мы помним, что это пила. Если кто не помнит, то советую посмотреть все предыдущие видео. Это очень интересно и очень важно. И здесь мы имеем только 5 синусоид. Первых 5 гармоник. И это 5 синусоид. В такой вот пропорции. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Здесь они обозначаются именно вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Окно подсказки нам это отлично говорит. Это не количество синусоид. Это номера гармоник. И здесь нет даже голосов. Здесь немного примешан гармонический блер, гармоническая размазка, что дает нам тоже немного генерирует дополнительный гармоник вперед туда. Еще здесь есть, конечно, клиппинг трешл, но на режиме soft low срезает нам больше высоких гармоник. И вот какое здесь строение. Также два такта. Обратите внимание, как они отличаются. То есть это практически то же самое. Вы видите, что здесь начинается очень одинаково, но стоит немного по другому положению. Должно отличаться. Я думаю, это будет интереснее, когда оно отличается. Мы слышим это отличие. И слышим вот эти вот входы, гладкие входы. И на низком басу это очень здорово звучит. В примешивании к такому басу в юнисон. И можно было бы сделать это гораздо интереснее за счет вот этих вот операций. Или же двойной подъем здесь можно сделать. Почему нет? То есть здесь мы слышим обычную нашу бас-линюю стандартную, которую мы обычно слышим. Которую мы слышали здесь. То есть бейс за киком, бейс за киком, бейс за киком. Так оно и происходит обычно в обычных бас-линях. И так как мы узнали, как все это строится, как все это работает, теперь перейдем к обработке и посмотрим, чем это обрабатывалось все. Обрабатывалось все немного совсем. То есть примешивалось все по минимуму. Как дилей, так и корус. Корус совершенно на 10% просто примешивался. Все остальное тоже соль, перец по вкусу, сахар. Вот он здесь. То есть это просто для усиления сигнала и для теплоты звука, я думаю. Больше ничего. И компрессия на режиме хитинг. И вот такие параметры. И обработка делает свое дело еще внешнее. То есть в принципе это очень даже несложно. Это очень легко. Пробуйте, делайте. И все получится. Я думаю, это даже слишком просто. Именно насчет вот этого сложного баса. Звучит он сложно, но как видите, когда мы заглянем внутрь, он гораздо проще. Теперь поговорим о следующей нашей бас-линии и применим хорошее орудие на примере с другой бас-линией. И там мы применим очень интересную вещь. Итак, вот в это мы заходим сейчас и слушаем, что это. Строение вообще несложное, то есть суперлегкое. Но сам график, он достаточно, я думаю, достаточно интересный. Я думаю, достаточно сложноватый, но он интересный. Про тембр. Сначала про тембр. Что с тембром? У нас, опять же, 9 пил. Обращаем внимание, пила. Больше ничего здесь нет, кроме модуляций именно с тембром. Пила, 5 голосов. Совершенно нет разброса пича, чтобы было гораздо острее, звучало гораздо острее. Небольшой фейзинг. Разница по фазам. И гармонический блюр. То есть немного призмы. Это для того, чтобы звучало более прогрессивно и более агрессивно. То есть так звучит электронно. Так звучит более агрессивно. Также еще мы опустили на, можно сказать, на 2 октавы, но на самом деле. И вот дейтюн делить на 2, это просто приближает наши гармоники. Обратите внимание, что это приближает наши гармоники. Остальные 516, как мы помним, у пилы 516 гармоник. Вот они все. И вот это приближает их и делает плотнее звук. И делает ниже звук, как следствие, на октаву. Вот как это работает. Также гармонический клипинг здесь тоже есть, но он уже в режиме High Threshold. И он срезает низкие гармоники. Если мы будем ввести вниз. Это просто работает как... Для меня работает это сейчас как фильтр среза низких частот. И я убавил саму envelope. Просто звучит очень-очень... Дико. И это все за счет еще обработки здесь, но мы позже вернемся к FX. Здесь агрессивный Distortion стоит, достаточно агрессивный для такой... Для такого тембра. Да, вернемся вот к этому. И также важная вещь, это вот эта вот картинка в Unison Index Mapping для Pitch. Просто вот это вот повышает один голос. У нас всего, помним, 5 голосов. И вот Unison Index Mapping. И те, кто смотрел урок по главному секрету Хармор и главной возможности Хармор, самые сильные возможности Хармор, знают, что это такое. Это те джунгли, которые стоит изучить и в которых стоит полазить. Потому что это очень сильная возможность. Это изменение каждого голоса и модуляция каждого голоса отдельно. То есть, как будто бы это каждый отдельный остиллятор. Сейчас у нас 5 как будто бы отдельных остилляторов. И вот я изменил пич и повысил пич второго голоса на октаву выше. И вот какое отличие. Мы слышим это отличие уже, когда мы подняли на плюс 2 октавы. И можно поднять это вот таким образом. И вы услышите разницу. То есть, какие-то звучат, какие-то голоса, как будто бы это остилляторы звучат ниже, какие-то выше. Вы знаете, что я оставлю на плюс 2 октавы. Хотя у меня было на плюс 1 поднято. Поднят второй голос. Звучит здорово. И вот это главное достоинство именно этого тембра. Это вот это Unison Index Mapping. И разница пич, разница высоты тона для разных голосов. Но это всего лишь разница для одного голоса, для второго. Помним, что голоса находится в первой, второй, третий, четвертый, пятый. Но я думаю, кто смотрел урок, тот понимает. И если вы не смотрели, то настоятельно рекомендую посмотреть его на нашем канале. И далее. Теперь к формированию звука. К форме звука, к форме вот этого, вот этой части А. В принципе, форма тоже несложная. Здесь всего лишь один такт. И вот для чего я сделал как раз-таки заглушение вот здесь. То есть вы можете построить один такт и не дать бас-линии закончиться. Отлично работает, я думаю. Для формирования бас-линии здесь участвует модуляция амплитуды и модуляция частоты среза. Параметра, именно параметра частоты среза. И вы можете скомбинировать, как я уже говорил, поэтому я и скомбинировал. Все это одно и то же, но динамический диапазон, как вы видите, разный. Просто между самым тихим, между самым низким и высоким уровнем здесь разница гораздо меньше, чем задействована она на полную вот здесь. И как вы видите, здесь есть у меня бас на кике. Да, здесь использовал бас на кике. Просто потому что... И как вы видите, здесь я нарушил свой же принцип и применил бас на кике просто для того, чтобы вам показать, как это работает. В принципе, тоже работает очень-очень здорово и не мешает просто из-за того, что у меня есть сочень-компрессия. Конфликтов мало, и это здорово. И вот какой здесь ритм. То есть он, в принципе, достаточно подвижный. Я думаю, разнообразить его вам не будет составлять никаких проблем. И здесь можно даже поиграть с уровнями, потому что, как я и напоминал, что здесь они дают ритмику свою. Также вы можете поработать с естественным параметром максимума для частоты среза или же с резонансом. И я сейчас кое-что сделал с амплитудой. То есть помним, что у нас была фильтр 1 и модуляция амплитуды очень похожи. И сейчас вот что я сделал. То есть я немного порандомил в амплитуде, и вот что получилось. То есть я скомбинировал модуляцию фильтра 1, частоты среза, и модуляцию амплитуды. Формы совершенно разные. Один такт. Но вот что получилось. Вот это я взял из нашей предыдущей бас-линии. Просто скопировал и вставил в вольюм. Вот что, в принципе, очень даже приветствуется. То есть вы можете взять еще и какие-то уже готовые заготовки из Хармор, потому что внутри их здесь очень много. То есть OpenState файл мы шелкаем по меню, и даже гейт какой-то взять, и это уже будет здорово. Плюс работает фильтр. То есть скрещивайте, экспериментируйте, это будет здорово. И то орудие, которое я бы хотел показать, это вот что. То есть здесь есть у нас отличная вещь, и называется она Scale Levels вот в этом меню. И это вещь, за которую я говорю разработчикам ImageLine. Большое спасибо каждый раз, когда ей пользуюсь, потому что вы видите, что происходит. Это практически изменение сжатия или растяжения динамического диапазона в этом поле между максимумом и минимумом. И мы можем делать Offset, то есть отступ, или же Multiply. Это в минус обратное действие, или в плюс это растягивает очень сильно. Tension – это разница от середины между маленьким, между самым маленьким и самым большим значением. И центр – это возвращение все к центру. Вот как это работает. И вы можете задействовать по полной, то есть эту вещь. Если мы сейчас сделаем так. Вот он, где весь размах. Еще работает Envelope для... Огибающий для амплитуды. Мы ее отключим и послушаем, что у нас работает... Как работает фильтр отдельно. Очень бешеная вещь и нехорошо звучащая, поэтому вернем. Вернемся он на круги своя. И Accept. Итак, и давайте теперь вернемся к нашей... Сейчас я заберу вот эту Envelope, потому что это то же самое, что и по старинке у нас было. Теперь Copy State File и вставим это в фильтр 1. И вот как это работает. То есть сейчас у меня в огибающем амплитуде... Я вернул старую огибающую для нашего пресета. И теперь вставим это в фильтр 1 вернем, то есть родную. И вот Scale Levels мы вернем сейчас... Scale Levels мы вернем по умолчанию. Сразу это становится вот таким. В принципе, понятно, как у меня произошла огибающая фильтра. То есть я скопировал модуляцию амплитуды вот отсюда вот. И вставил фильтр. И, например, давайте послушаем модуляцию амплитуды без модуляции фильтра. И это будет достаточно скучно. Как видите, фильтр дает вот это именно срез, именно форму срезу. И работу уже по срезу гармоник отдельных. И поэтому получается очень-очень вкусно. И без модуляции амплитуды это будет звучать все же хорошо. Здесь происходят гораздо резкие срезы просто. Я верну параметр Maximum сюда, чтобы было... Звучало гораздо ярче и открытие. И вы можете добавить какой-то в сторонний фильтр и нарисовать в фильтре 2. Какой-то огибающий, например, для Band Pass. Давайте выберем. И примерно скопируем этот огибающий. Могут получиться очень интересные вещи. Опять же, помним про то, что когда мы рисуем, мы рисуем по сетке и делаем из этого луп. То есть это стоит задействовать не так сильно. Попробуем вот так. Все стало гораздо резче за счет второго фильтра. И это я всего лишь повторил. Эту форму. Можно сделать это еще разнообразнее за счет каких-то форм уже готовых. И опять же Scale Level, чтобы не было так здорово. Здесь все разнообразие в ваших руках. То есть я показываю вам, как это делается. И какие орудия здесь есть. Здоровские орудия для построения таких пассовых линий и разнообразия. То есть ритмику вы задаете здесь. Форму вы задаете с помощью параметров Hammer. Естественно, вы понимаете, как это работать. И Unison Index Mapping тоже полезная вещь в этом смысле. И не забывайте про нее. Про то, что вы можете работать с каждым голосом отдельно. И задавать даже параметры самого Unison для каждого голоса отдельно. И это здорово. И теперь второй слой. Быстренько расскажу про второй слой и уже к обработке. И второй слой это, как я и сказал, White Noise. Те, кто смотрел предыдущий урок по Hammer. Те, кто смотрел предыдущий урок по Hammer, он был у нас по эффектам разгона. То есть по Build Up. И там был синтез White Noise. И это, в принципе, очень просто. Как делается White Noise? Мы включаем здесь распределение по октавам в секции Pitch. По-быстрому просто расскажу. Сейчас все детально рассказывать не буду. И далее мы идем в Phaser. Также захватываем Unison. Конечно же, 9 голосов по максимуму. Pen опускаем. Pitch на полную. Face на полную. Это пока не трогаем. То есть это нам больше ничего не надо, кроме как вот Phaser. Мы активируем ручку микса Phaser на полную, ширину тоже на полную. Speed желательно убираем. Да, не знаю, почему она у меня здесь осталась. Speed убираем. И включаем режим Frequency. Сейчас на это не обращаем внимания. Включаем режим Frequency в Phaser. И выставляем вот здесь Phaser Width. То есть для этой ручки проще зайти здесь просто. Edit Articulator для ручки Width. И в параметр LFO, в модуляцию LFO. Выкручиваем ручку Speed на полную. Как бы было у нас по умолчанию. Было бы у нас примерно так. То есть вот как LFO стоит у нас по умолчанию. Мы поднимаем это на максимум и выкручиваем Speed на полную. И получается White Noise за счет рандомного распределения. Ничего сложного. И уже форма только лишь в Volume. Я скопировал ее из части A. Форма не сложная. Хоть и она активная. Но она не сложная. И как видите, все это на ритмике. Опять же сказывается все эти огибающие. Все это очень сказывается. Особенно если у вас будут разные пики. Разные по уровню. Это также скажется на ритмике. То есть вот что сказывается. Вот это запомните вы надолго. То, что огибающие. Как идет форма. Идет ли она в накатую. Или она резкая. И какие пики. Как они расположены по отношению к друг другу. И как ведут себя огибающие релисы. То есть это маленький релис. Это мини-атака. Помните про вот эти все параметры. И то, конечно же, где они стоят. Вот что такое построение бас-линий. И в итоге мы получаем вот такую картинку. То есть здесь стоит вернуть все на место. Вот какие эффекты. Здесь достаточно агрессивный дисторшн в режиме лог. Потому что это мой любимый тип дисторшн. И он работает на басовых линиях очень здорово. И дает им агрессии. Хорошей агрессии. Наличие где-то в 40%. Асимметрия в 10%. Сигнал примерно на 60%. Микс не тронутый практически. И фильтр вот на таком режиме, чтобы немного срезать. Высокий гармоник. Опять же, для вкусности все это сделано. Это можете выставлять сами как вам угодно. Опять же, соль, перец по вкусу. И режим хитинга компрессора. Это как стандарт внутренней обработки Carmar. Как будто бы для меня. Но этого можно не делать. Потому что внешняя обработка сделает свое дело потом. Вот, в принципе, вся несложная обработка вот этого пресета. Этой бас-линии. И да, есть еще много басовых линий. Я сделаю вам ссылку ниже. Чтобы вы смогли скачать те, что мы рассматривали здесь. Басовые линии. И так же мы разберем на вебинаре, на котором я сделал. И так же мы разберем все это. И так же я сделаю для вас бонус, как я говорил в начале видео, на нашем вебинаре, который пройдет 26 июня в 19.00. Я сделаю для вас бонус в виде бесплатных пресетов. И там будут басовые линии. Я думаю, отдаю место 10 штукам басовых линий. Разнообразных басовых линий, которые отличаются от этих. То есть это как бонус к уроку. И бонус к вебинару. Также будут иметь в себе басовые линии. И вам этого хватит для полного понимания принципа построения этих басовых линий. Мы можем разобрать, конечно, еще парочку. Но я думаю, в экономии вашего времени, просто рассмотрю, как это все было. То есть вот такая еще есть басовая линия. И здесь то же самое. То есть всего лишь... Вот на это не стоит обращать внимание. Это все модуляция XYZ. Можно без нее обойтись. Это всего лишь в части А такой-то тембр. То есть здесь ничего нет. Фейзер не задействован, хоть и какие-то ручки выкручены. Это всего лишь вот такая форма на два такта. Обращайте внимание сразу, сколько это длится, как это все идет. И вот такая форма тоже достаточно сложная. Все они, конечно же, должны быть особенными. Поэтому это так и есть. Давайте послушаем отдельно А. Несложный тембр. Опять же, опущенный на одну октаву. Имейте привычку делать это с басовыми ресетами. И часть Б. Тоже несложный тембр. Работает один фильтр. Как тут, так тут одинаковый фильтр. И вот какой ритм. То есть два такта. Здесь один такт. Здесь два такта. И опять же, это не мешает ему повторяться. То есть часть Б прекрасно соответствует части А. И повторяется здесь два раза. И умещается здесь два раза. Вот как они соответствуют. И тоже небольшая злая обработка здесь на Distortion. И соль, перец по вкусу, как всегда. Практически все одинаково. Только здесь компрессия в режиме Warming. Вот вам отличный урок по басовым линиям. Я думаю, самый главный принцип. Это опять же, задание ритмики. За счет какой-то модуляции. Или модуляции. Чаще это модуляция фильтра. Именно частоты среза. Или же амплитуду. Или же комбинированный. Сам тембр. Мы помним про это. И уже дело дальше за обработкой. То есть, или небольшой внутренней обработкой. Можно поработать с тембром. Обогащение. Как-то обогатить тембр. Поработать с эффектами внутренними. То есть, здесь есть фейзер. И какой-то дополнительный фильтр. Тоже можно промодулировать. Причем во времени. Помните про главное достоинство. Про главное достоинство Harmar. То, что мы работаем отдельно со всеми голосами. Как практически с отдельными осцилляторами. Кроме как модуляции, конечно, по времени. Отдельность с каждым голосом. Этого пока нет. Но в принципе-то это и не так важно здесь. И главное еще достоинство это то, что здесь бесконечная модуляция во времени. То есть, envelope рисуйте сколько угодно. Насколько длинной бы она ни была. Хоть всю песню. То есть, здесь это можно. И Harmar нам дает это. И возможность рисовать все это с помощью линий и точек. Это просто уникальная возможность. Image line. Это говорит все о своем названии. Image line. Здесь работают линии и наше воображение. Все это линии и наше воображение. Рисуйте, пожалуйста. Рисуйте, изображайте, отображайте все свои мысли здесь. И ритмика здесь строится на удивление просто. Главное эксперименты. И не забывайте про то, что здесь уже есть много готовых вещей. Что можно скомбинировать с разными модуляциями. Как volume, так и фильтр 1. Также еще много других фильтров и параметров фильтров. Тоже не забывайте про другие параметры фильтра. Как ширину среза, области среза, резонанс. Ну и offset на крайний случай. И я думаю, на этом все. Не забывайте про наш вебинар 26 июня в 19.00. Под видео будет доступна ссылка для того, чтобы принять участие в этом событии. В этом важном событии. Вы добьете просто, если вы даже посмотрели много уроков по Synthes of Harmar. Там вы просто все это приумножите. Потому что там будут самые самые ценные вещи, которые я перенял у других ребят по Synthes of Zuka. И которые я добился сам за, как-никак, 8 лет работы в FL Studio. Итак, на этом все. Я думаю, увидимся с вами на вебинаре или в следующих уроках. На этом у меня все. С вами был Павел Уолан и проект FL Studio Pro. Пока.